В заброшенном медпункте все еще есть горячая вода и даже лекарства. Ножпа и целая гора вакцины от гепатита B, срок годности которых истек ровно 5 лет назад. Здесь работала медсестра. Она записывала там и прочее, прочее, прочее. Дальше в комнату там делали процедуры, уколы, всевозможные процедуры и так далее. Владимир Васильев живет напротив медпункта. Говорит, раньше проблем не знал. Случись какая беда, медсестра Танзеля всегда приходила на помощь, а сейчас надеется не на кого. Доченька, нам нужен под зарез в медпункт, потому что я примерно и слепая, и глухая. В юге находить, надо детей тревожить. Назначили 20 уколов. Теперь где мне их делать? Она говорит, доктор говорит, или сюда приезжай, или нанимай кого-нибудь. А кого я найму? Он же мне бесплатно, что ли, будет делать у кого-то за деньги? А у меня пенсия маленькая. Помещение старого медпункта заброшено уже больше пяти лет. Здание признано аварийным. Устав ждать ответа, местные жители заявили о готовности самим взяться за ремонт. Они бы пришли сюда, все это убрали, все подчистили и прочее, и прочее. То есть участвовали активно в ремонте, если только в ремонте дело. Ну а уж медсестра бы, допустим, там одна. Пусть даже она одна работает, и то нас это устраивает. Таблица для проверки зрения уже давно потемнела от времени. Но данное помещение вполне приспособлено для функционирования медицинского пункта. Однако более двух тысяч жителей ежедневно вынуждены попросту не болеть, потому что ближайшая больница находится на расстоянии около 10 километров. Мне самой пришлось научиться делать уколы. Я периодически маме калю уколы. Потом снизу соседка, у нее тоже периодически сильные боли в спине, она вообще не может вставать. У Марины Табакаевой болеет мама, у женщины диабет, и уколы ей требуются два раза в день. Из-за отсутствия медсестры ее дочь сама научилась делать уколы. Выйти из положения пытается и семья Васильевых, но долго так продолжаться не может. Моя любимая женщина, жена моя, научилась делать укол. И она 30 уколов мне сделала. Как дальше быть, я пока не знаю. Как сегодня заявили в управлении здравоохранения, вопрос о восстановлении медпункта в Иракчино находится на контроле. Одно известно точно. Здание признано аварийным и восстановлению не подлежит. Сейчас рассматривается вопрос об открытии медпункта в другом месте. Правда, точных сроков сегодня не назвали. Открытие медицинского пункта или здравпункта, это еще не решает всех проблем. Потому что ведь населению нужны и узкие специалисты, и забор крови, и диагностические исследования, которые в каждом медпункте разместить просто не представляется возможным. Поэтому доехать до поликлиники все равно нужно. Екатерина Нерушкина, Игулиза Муддинова, Альфред Камилевский, Дмитрий Рыженко, телеканал Эфир.